О бейсболе американцы говорят так. Это не просто спорт, это американский образ жизни. За океаном в него играют и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. У нас бейсбол только начинает набирать очки, но те, кто им увлекается, увлекается всерьез и надолго. Этому виду спорта полторы сотни лет, но на белорусских просторах он появился сравнительно недавно. 20 лет назад, в 1990-м, моду на бейсбол начали внедрять, где бы вы думали, в Могилёве. Бейсбольный клуб «Могилёвские львы» является старейшей командой страны. Я ловлю мячи, которые отдают питчер, и смотрю за квадратом, смотрю за ауксиндером, показываю всевозможные знаки питчеру. В общем, короче говоря, я глаза питчера. Я бросаю так, чтобы игрок с другой командой не смог отбить мяч. Есть куча бросков, которые может бросить питчер. Это уходящие броски, которые падают, прямые. Бейс в переводе с английского означает «база», а «бол» – мяч. Суть игры – борьба за так называемые базы. Четыре площадки в углах бейсбольного поля. Игроки нападающей команды стремятся отбить мяч и, пробежав по базам круг, попасть в дом. И таким образом заработать очко. Стержень игры в бейсбол – дуэль между питчером и отбивающим. Питчер нередко подает мяч со смещением траектории, чтобы отбивающий ошибся. Слайдер точно так берется за этот шов и выпускается вот так. И мячик летит и уходит. Наклбол он берется так, что между швами выпускается мяч. И он должен лететь, не вращаясь. Да, ровно. И очень сложный бросок. И он перед домом тоже падает. Это поначалу. Кажется, что правила трудно успокаивают могилевские бейсболисты. Нужно только начать играть, и все придет. Как настоящая национальная американская игра, бейсбол демократичен. Баскетболисту для успеха необходим высокий рост, футболисту крепкое телосложение, а в бейсболе могут показать себя и низкие, и высокие. И худые, и толстые, и молодые, и убеленные сединами. И неудивительно, что игра завоевала популярность не только в США, но и на Кубе, Венесуэле и Японии. Активно развивается в Европе. Игра такая двухполюсная. Там защищаешься, там нападаешь. Без защиты не может быть нападения, как и без нападения защита. Это как шахматы. Вот про американский футбол говорят, что в Америке называется американский футбол, американские шахматы. Я могу с ним поспорить, наверное, и бейсбол. Потому что это настолько интеллектуальная игра, здесь настолько все надо просчитывать. Тут столько комбинаций. Это же не рыбный какой-нибудь, замочек убежал. Тут надо думать, думать, думать. Это интеллектуальная игра. Кстати, то, что бейсбол действительно входит в белорусскую моду, видно по подрастающей смене могилевских львов. А львята играют самозабвенно. Один! Сейчас в Могилеве формируется детская бейсбольная команда. Ребята рассчитывают поучаствовать в республиканских соревнованиях среди ровесников-бейсболистов. На вопрос, почему именно бейсбол, у каждого свой ответ. Обычно уже как бы надоели, можно сказать. Наверное, то, что в футболе работают ноги, в других спортах что-то еще. А здесь работает как бы все. Хорошо отбиваю, быстро бегаю, базы захватываю. Ну, мне больше всего, наверное, нравится быть отбивающим. Ну, как бы лучше всего отобьешь и сразу побежать уже. Кстати, попробовать себя в бейсболе милости просим. Говорят, могилевские львы, лишь бы желание было. Попробовав раз, от этой, казалось бы, незнакомой игры уже трудно отказаться. Я как питчер, мне очень нравится делать страйкауты с другой команды. Вот когда не даешь отбить человеку с другой команды, вот от этого получаешь удовольствие, что ты чего-то достиг, тебе что-то вот по силам. Вот и получается, что бейсбол не только игра, но и образ жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!